здравствуйте у нас в гостях историк алексей сайф алексей здравствуйте здравствуйте и тема его беседы сегодня это название алексея чудо под москвой и алексей решил что надо вернуться к этой теме потому что недостаточно полно она освещена это так алексей да на мой взгляд несмотря на большую важность для нас и для истории страны в целом событий октября 41 года когда удалось пройти по краю кроп пропасти не упасть не и они все же освещаются недостаточно и много и легенд и мифов хотя на самом деле доступность документов гораздо лучше и сохранность гораздо выше чем например по приграничному сражению которое было в июне в июле 41 года официальное летоисчисление когда началось сражение под москвой даже может быть начнем пораньше когда возникла угроза занять немцами москву угроза возникла в уже непосредственно понятно что в плане барбаросса было написано что москва как одна из приоритетнейших целей но непосредственно угроза в форме четко сформулированных планов для конкретных объединений для конкретных армий танковых групп это начало сентября 41 года когда уже во все развивалось сражение под киевом немцам уже было понятно что она им принесет успех уже было принято решение ленинград не штурмовать а изолировать на зимний период закрыть блокадой уже все было четко спланировано что никаких рейдов что называется доневского на танках не будет есть четко обозначены даты погрузки и вот эти вот планы они постепенно детализировались готовились собирались для них ударной группировки и начало реализации это 30 сентября 2 октября 41 года первым начал гудериан на юге под брянском в октябре к нему присоединились две танковые группы на московском направлении которые собственно образовали большое окружение под вязьми вот эта разница в начале она объяснялась желанием гудериана потянуть на себя одеяло авиации использовать всю авиацию чтобы для него использовали чтобы авиация пробила ему брешь советском фронте а затем тоже авиация будет помогать его соседям в другой день и принципе это такое разумное решение было кроме того в некоторой степени советская реакция на происходивше она была этим несколько дезорганизована и то что отправлялась спасать брянск потом было вынуждено разворачиваться на другие направления естественно с перепутанными эшелонами когда первыми приезжают в нужный город тыловики а потом передовые подразделения и так далее то есть определенный хаос вот эта вот разница вначале она внесла вообще это одна из самых больших трагедий великой отечественной войны это вот окружение под вязьмой брянском то есть они по общей численности тех людей которые погибли попали в плен от угла 600 тысяч человек это причем признавалось и в советский период и жуков писал своих мемуарах это было признанная неудача колоссальных на самом деле масштабов и я не зря называю чудо поскольку вот исчезли 600 тысяч человек оказались окружены фронт исчез вот как его восстановили это на самом деле похоже на чудо это тяжело объяснить понятно что у кого-то могут быть объяснения простые типа взяли ополченцев с одну винтовку на пятерых бросили под танки танки так сказать застряли в их костях это естественно ахинея ерунда и они бы не застряли если бы именно так с ними пытались обходиться и разбирались естественно с этой проблемой куда более зримыми материальными средствами а насколько была велика роль ополчения потому что существует две версии одна вы ее только что изложили одна винтовка на пятерых танки в костях застряли а вторая версия они внесли очень серьезный вклад то что немцы скажем если не остановились вообще то задержали ополченцы составляли меньшую часть тех войск которые обороняли москву а те люди которые пошли в ополчение в июле первая волна ополчения на к тому моменту как началась битва за москву немецкая операция тайфун которая привела к образованию двух гигантских котлов они были уже переформированы в обычной стрелковой дивизии вообще говоря наше ополчение но принципиально отличается от немецкого фолькштурма тем что она была интегрирована в армию значительной степени и вот их стремились при любом удобном случае переформировать в обычные стрелковой дивизии потому что ими управлять удобнее опять же кадр в любом случае кадр офицеров командиров его нельзя взять из тех людей которые приходят добровольно ополченцы что называется студенты профессора рабочие это в любом случае их давали из армейских резервов и поэтому проще было делать не батальон фолькштурма как делали немцы потому что батальоном еще может управлять бывший унтер офицер первой мировой а вот целой дивизии это уже проблематично поэтому вот эта первая волна июльская на к началу борьбы за вязьму и брянск стал обычным стрелковым дивизией те кого формировали в октябре они занимали оборону на ближних подступах к москве в бой не бросали посылали там отдельными отрядами что называется для ознакомления потом скорости снова переформировали в обычной стрелковой дивизии поэтому москву защищали профессионалы в том смысле что это были специально сформированные дивизии бригады естественно в них поступало пополнение люди которые проходили некое обучение призывали что это было за обучение обучение естественно ускоренное причем именно под москвой проблема была в том что вооружение ввиду больших потерь лета и начала осени не хватало и в бой естественно люди шли им успевали вручить винтовку там или пулемет научились они иной раз как говорится с деревянными даже делали деревянные орудия на которых учились как так сказать работать вокруг него как заряжать как его там разворачивать а потом приехав там на станцию x уже получать нормальное вооружение это опять же это был не общий принцип а господствующий потому что часто приходило пополнение уже вооруженная обучена и вот эти одна винтовка на 5 7 11 это до большей части миф да это большей части миф но следует все же подчеркнуть что проблемы с вооружением были особенно с вооружением тяжелым то есть таким как например пулеметы при этом москву на самом деле спасали те резервы которые готовились лета это 316 дивизии панфилов вот кто первый что называется принял на себя удар 316 дивизии панфилов формируется с июля была под волоколамском 312 дивизия на умова формируется с июля закончил формирование в августе действовал подмала ярославцем прибывшая с дальнего востока от 32 стрелковой дивизии пла сухина которая имела опыт хасана причем было отличие в том что вот эти вот новые дивизии из казахстана 312 и 316 они были по сокращенному уже что там 10 тысяч человек уменьшенное количество пулеметов пушек в общем все урезано то дивизия полосухина был такой монстр 14 тысяч человек даже с каким-то до роты танков т-26 с гаубицами 152 миллиметра в общем достаточно серьезная махина на другой вопрос что она прибывала по частям и вот это стало очень большой проблем еще одна такая махина это был герой ельни 107 дивизия который переформировали в пятую гвардейскую ей оставили довоенный штат два артиллерийских полка гаубица 152 миллиметра 14 тысяч человек вооруженные можно сказать практически до зубов естественно самозарядных винтовок был уже не по штату много самозарядок было там на границе но тем менее те кто обороняли москву у них и было еще много самозарядок и для немцев это продолжало оставаться негативным фактором они завидовали нашей пехоте у которой располагался самозарядными винтовками потому что вот это вот мифология опять же на нас двигаются немцы это даже вот до сих пор в литературе литературе издания двухтысячных годов говорится о том что вот на бородинском поле у нас были там винтовки мосина конца предыдущего столетия у немцев автоматы так хочется сказать граждане окститесь у нас же материальную часть материальную часть у нашего то опять же это приехавшие под бородино дивизия полосухина у нее было там пару тысяч винтовок свт самозарядок вы же сказали алексей только что что это был монстр да это было реально то есть те кто были в передовых частях у тех кто непосредственно вели бой действительно это было очень серьезная махина еще одна махина вот это 5 гвардейская под калугой но опять же проблема была в том что это все вводилось бой по частям а немцы были не дураки и они двигались вперед и стремились добиться максимум при этом надо сказать что вот это вот образ того что немецких автоматчиков как-то поголовно вооружены автоматическим оружием вот этого не было другое про что немцы были сильны там в артиллерии сильны там взаимодействием с авиацией ну вот это автоматчик когда в книгах две тысяч двухтысячных или даже две тысячи уже десятых годов пишут про вот то что ай-яй-яй наша пехота под октябре 41 года под москвой вооружена старенькими винтовочками этого не было не хватало до пистолетов пулеметов но вот самозарядок они еще были кто ли немцы пока не подошли и эти самозарядки шли по конвейеру рекой их было много а так главным козырем помимо вот этих вот резервных формировавшихся в глубине соединений которые выдвинули и бросили в бой были еще танки то есть вообще надо сказать что ссср в сорок первом году в значительной степени спасла танковая промышленность и массовое формирование танковых частей когда танки когда людей опять же в основном кто шел в танкисты это из рабочих достаточно здесь с достаточным образованием опять же морально волевыми качествами им давали танки они шли в бой вот танки были самым эффективным средством противодействия немецкого наступления несмотря там на их там технические недостатки недостатки в использовании тем менее это был очень серьезный козырь поэтому когда говорят там немцы восстановили там какие-то ополченцы на винтовку на пятерых десятерых это не имеет никакого отношения действительности кто остановил это новое формирование со всей страны москву защищала вся страна и отстояла вся страна танки и еще опять же еще одно утверждение что москву спасли сибирские дивизии она тоже не очень не сибирские сибиряков было на уровне там семи дивизий на сотню то есть достаточно небольшая доля именно сибирские они были безусловно но когда немцы обзывают сибиряками казахстанцев всех да то есть у них кто кто в теплой одежде а вот кстати алексей а насколько обмундированы хорошо войска были уже когда грянули морозы до обмундирования красной армии гораздо больше степени соответствовала погоде немцы засовывали себе запасу газеты в сапоги газеты то и в общем нормальную теплую одежду имела меньшинство войск но при этом она была не следует думать что весь вермахт поголовных под москвой обходился газетами их просто одежды заготовили на оккупационные войска а то есть немцы считали что они победят к осени останется 40 дивизий вот на эти 40 дивизий у нас так и быть найдутся достаточное количество теплой одежды но в октябре хотя погода резко испортилась снег дождь холодный раскисшие дороги сосульки по но тем не менее погода еще позволяла обходиться той одежды которая немцев имела штатно да было холодно там ночью уже мороз но тем не менее этого пока было достаточно вы сказали 2 октября скажем так последний день начала наступления да это очередной удар при этом главной проблемой была разведка на самом деле разведка в условиях использования противником подвижных соединений которые могут быстро перебрасываться с одной точки на другую это большая проблема для всех в течение всей войны точно так же немцы прохлопывали перегруппировки наших танковых армий там в 44 45 годах наша разведка к сожалению упустила переход из-под ленинграда 4 танковой группы которая двигалась спешно двигалась частично своим ходом ступила бой не дожидаясь подхода всех кто еще толкался в пробках по дороге и вот эта перегруппировка она стала неожиданной и удар оказался больше силы потому что опять же в обсуждениях вот этой трагедии вяземской говорят о том что вот наши догадывались наши там видели что гать строилась на командование фронта в лице ивана степаны König вот игнорировать она не гнарировала она не дооценивала количество тех сил которые ударят потому что считали что ударит одна дивизия гать строит да это строят на одну дивизию одну дивизию если ударит мы удержим да мы удержим а когда приехала два моторизованных корпуса их не удержали И немцы сознательно пошли по пути удара вне крупной магистрали. Крупная магистраль идет Смоленск, Вязьма, Москва. Эту крупную магистраль седлала армия Рокоссовского. Во-первых, человек квалифицированного, во-вторых, хорошо вышкаленная, опять же, хорошо окомплектованная. Немцы ударили к северу и к югу от этой магистрали, сознательно рассчитывая двигаться по плохим дорогам. Но в начале октября это еще работало. В начале октября дороги обладали достаточной проходимостью. Вот эти первые, последние теплые дни. Можно ли сказать, что в момент этого удара немцы были, вермахт был на пике после Франции, после Польши и всего прочего? Вот это вот была лучшая армия в мире на тот момент. Да, они находились на пике своего могущества и впервые на одном направлении, московском, было сосредоточено сразу три танковых группы. Во Франции, Францию разгромила одна танковая группа. Против нас на московском направлении в конце сентября, начале октября стояло три таких объединения. То есть это 150 тысяч человек, полностью моторизованные. Да, танковые дивизии не были там 100% по штату по танкам, тем менее в них подбросили людские пополнения, отремонтировали, что вышло из строя небезвозвратно. Собрали сильный кулак самолетов, который даже численно превосходил то, чем располагала Красная Армия на московском направлении. И вот этот удар был практически неотразим. И у немцев были инструменты, у немцев было достаточно сил, которые они стянули со всего фронта. То есть, опять же, Красная Армия была вынуждена латать фронт после катастрофы Киева, когда целый Юго-Западный фронт был вот точно таким же методом внезапно удар окружен. И нечто подобное потом произошло под Вязьмой. Да, и картина Киева и Вязьма, она на самом деле близка. То есть, тоже рассчитывали, что ударят не там. И тот удар, который последовал, он оказался неотразимым. И когда немцы сошлись у Вязьмы, действительно, большая часть Западного фронта попала в окружение, но, опять же, часто говорят о том, что вот колоссальное количество пленных, почему они не сопротивлялись. То есть, если мы посмотрим, что реально происходило, мы выясним, что сопротивляться-то сопротивлялись. И более того, те люди, которые попали в окружение под Вязьмы, они сделали максимум того, что можно было сделать, когда, прорываясь из котла, организованно. Это все шло достаточно организованно. С артиллерией, с танками пытались прорываться через немцев при колоссальных потерях, которые они несли, разумеется, поскольку там были проблемы с боеприпасами. Опять же, немцы встречали уже на хороших позициях с танками, и вот эти прорывы при чудовищном, без привлечения соотношения потерь, они снимали стружку с лучших немецких дивизий, с танковых дивизий, которые являлись элитой вермахта. Они вынужденно стояли на крышке котла, они стояли фронтом на запад и встречали вот тех, кто прорывается. Ну, представьте себе так, советские войска стоят фронтом на запад, их окружают, и у них за спиной образуется крышка котла, стоящая, опять же, фронтом на запад. Они разворачиваются обратно, пытаются прорываться. Причем больше у нас знают про то, как прорывался Лукин, потому что Лукин пережил войну. Командующий 19-й армии. А меньше знают про Ершакова, который находился на другом участке, южнее Вязьмы. Его прорывы даже были более энергичными, но он погиб в плену, мемуаров не оставил, поэтому про него мы знаем меньше объективно. И вот эти вот удары, они прореживали вот эти лучшие части вермахта. Можно говорить не о том, что бесполезны гибли советские солдаты, а об ожесточенности, крайней ожесточенности боев. Да, и вот эти вот котлы, они сковывали значительную часть группы армий «Центр» и давали возможность восстановить оборону. Потому что если бы окружили, вот у Вязьмы Клини сошлись, поступило известие, что окружены, вот если бы люди сразу же подняли руки и пошли в плен, то Москва бы пала. Потому что вот эта вот вся масса группы армий «Центр», 1 миллион 800 тысяч человек, на огромном, естественно, фронте, можно сказать, от Селегера до Брянска, огромный масштаб. Ну и 1 миллион 800 тысяч человек. Вот если бы эта масса пошла дальше, естественно, никакие прибывшие с свежесформированной дивизии там Панфилова-Наума эту толпу бы не остановили. А пока шло сражение в котле, которым немцы отнесли вот эти потери и время, оно продлевало возможность восстановить фронт. И, как вы только что сказали, гибли лучшие немецкие части. Да, вот недостатком, вот минусом, это как бы просто неустранимый недостаток. Вот точно так же, как есть неустранимый недостаток разведки, которая не могла вот эти быстрые переброски отследить адекватно. Точно так же был неустранимый недостаток, крышку котла было делать не из чего, кроме как из танковой дивизии. И они каждый раз при замыкании каждого котла получали свою долю ударов, отчаянно прорывающихся, так сказать, уже не на жизнь, а на смерть с отчаянием обреченных людей. И несли потери, которые в ближайшее время восстановить было невозможно. И это сыграло большую роль в том, что они дальше уже не дошли до Москвы. Поэтому те, кто, так сказать, сопротивлялся в котлах... Они потеряли стремительность, я не... вам... Нет, стремительность, ну как, автомашины-то у них остались, а вот... Нет, стремительность, я имею вот этот напор, вот... Они потеряли людей, которым можно было дойти дальше. То есть танки они теряли мало, а вот людей, которые могли идти за танками и рядом с танками, они потеряли столько, что потом до Москвы уже дойти было проблематично. И вот 2 октября, это последний день начала наступления. Да, то есть началось наступление, с 7-го числа замкнулся котёл у Вязьмы. Начались бои, прорыв из окружения. Да, одновременно на Можайскую линию обороны выдвигаются резервы. Можайская линия обороны, её вообще запланировали едва ли не до войны. Алексей, просто для некоторых наших слушателей, сколько километров от Можайска до Москвы? К километров 150. К километров 150, и, ну да, Москва же была маленькая, по сравнению с сегодняшним днём. Да, и её строили, на самом деле, ни шатка, ни валка. Начали интенсифицировать строительство уже там в конце августа, в сентябре. И, например, приехавшая Панфиловская дивизия под Волоколамск, ну, все люди себе представляют, Волоколамск, в общем-то, от Москвы сейчас рукой подать. Да, сейчас-то к этому, можно даже сказать, пригород. Да. Приезжает под Волоколамск, выдернутый для командования войсками Рокоссовский из котла, как квалифицированный человек, разговаривает с командиром дивизии Панфиловым, и говорит, а мы тут сели на колышки. Что это такое колышки? Это те, кто должны были строить линию, они вбили в землю колышки, натянули верёвочки, и вот здесь должны были... То есть всё размечено, но ничего нет. Да, но дотов нет. У неё на одном фланге, который седлал Варшавское шоссе, да, стояли доты. Опять же, доты упрощённые. То, что стояло на границе, то, что встретило немцев на границе, это как Рольс-Ройс рядом с этими дотами. Эти доты, в принципе, можно посмотреть, они многие сохранились. А вот на другом фланге, который был в стороне от шоссе, с той стороны как раз, откуда немцы пошли обваливать оборону Панфилова, там были колышки. Соответственно, на месте, где были колышки, люди копали обычные окопы. При этом фронт был широкий, в три раза превосходил уставной, и, в общем-то, оборону, вот этот заслон был не очень прочный Панфилова. Были места, где не было даже колышков. Это под Калугой, где степень готовности была просто ноль. Ладно бы просто ноль. Там мост был через реку Угра, прямо под Калугой, не заминирован. И его пытались минировать во всей Калуге днём с огнём, искали взрывчатку. Взрывчатку не нашли. Нашли несколько ящиков взрывателей, то есть то, чем взрывать можно. Конечно, эффективность этих взрывателей, конечно, была не очень. При этом немцы уже вышли к мосту и держали его под обстрелом. Его заминировать было уже тяжело, и его взорвать не смогли. Это стало большой проблемой именно под Калугой. Но, тем не менее, были места, где построили то, что надо. Это под Малоярославцем. Туда сели курсанты. Причём курсанты это были подольское пехотное, стрелково-пулемётное, если так уж чётко говорить. И подольское артиллерийское училище. Артиллерийским училищем, надо сказать, командовал человек с боевым опытом, встречавший войну на границе под Гродно. Стрельбицкий достаточно крепкий, опытный человек. И за счёт него, в общем-то, и курсанты себя хорошо показали. Потому что курсанты, севшие вот эти доты, построенные под Малоярославцем, точнее, у деревни Ильинска, они сопротивлялись эффективнее всего. То есть, вот я сейчас не припомню название фильма, где показывают курсантов. Это не утомлённое? Нет, потому что это озеро. Нет, там вот что? Нет, если утомлённый солнцем, там, можно сказать, в цирковой аранжировке эта история показана и, естественно, не имеет никакого отношения к действительности. Там какой-то курсант намаз совершает. Причём это, по-моему, училище Верховного Совета. Да, Верховное Совет, оно было в другом месте под Можайском. Под Можайском тоже было некоторое количество дотов построено. И, опять же, приезжавшая вот эта дивизия Пласухина, достаточно многочисленная, она садилась и садились на, опять же, на широкий фронт. Если под Курском советские дивизии обронились на фронте от 3 до 5 километров на дивизию, пусть пятитысячную, то под Калугой был фронт на дивизию 40 километров. То есть, можно сказать, некоторые места, естественно, перекрывали просто разведдозорами. Пласухинская дивизия двумя своими полками садилась на фронт тоже около где-то 35 километров. Стык с Саркасовским прикрывали, опять же, разведдозорами. Но хорошо наступила осень, дороги стали проезжими очень условно, и это какое-то время спасало. Но, тем не менее, это тоже вот этот вот широкий фронт сыграл негативную роль. А так курсанты под Ильинским очень хорошо уперлись. Их пытались выковыривать из этих дотов, но с большим трудом в сумме на это была потрачена неделя. При этом подпирали всех эти растянутые по фронту части противотанковыми полками, противотанковые полки пушек 76 ОСВ образца 1939 года, которые, в принципе, хорошо брали немецкие танки, бронебойных снарядов было немало, достаточно эффективных средств. Вообще, мой любимый фильм «Горячий снег» по Бондареву, он снят про Сталинград, но чем дольше я читаю документы, тем понимаю, что он фильм универсальный. Можно, так сказать, чуть-чуть менять географические названия. Он будет про Волоколамск октября 1941 года, про Будапешт декабря 1944-го, января 1945-го и даже про февраль 1945-го года в Германии. Не говоря уж о Украине начала 1944-го года. Это универсальный фильм. Вот примерно так все и происходило, например, под тем же Волоколамском. Курсанты, помимо, поскольку это было училище, училища штатно грузовиков не имели. Они были, что называется, училище конной тяги было артиллерийское. Но в Подольске им выделили переданные из народного хозяйства грузовики, и курсантам здорово повезло, что там были очень опытные водители. Старые, как говорится, седые, но они умудрились ночью, что называется, при слегка включенных фарах, точнее, фары закрывали, чтобы только была узкая полоска света, их быстро домчать до Ильинского. По отсутствующим дорогам? Нет, дорога, трасса-то была неплохая, на самом деле, по которой они ехали, она была неплохая, другое просто, что надо было это сделать максимально быстро. Они сели вовремя, и это сыграло большую роль в том, что сумели там сдержать первый натиск. При этом, помимо пушек, которые у них были, им дали еще зенитки. И, собственно, главный такой вот, можно сказать, самый знаменитый бой октября месяца, это 16 октября 1941 года, когда под Ильинским, постучавшись головой в ДОТ, немцы решили, нам тут не светит, обошли сбоку, опять же, с большим трудом, с наведением моста там через какой-то ручей, вышли на шоссе Варшавское сзади курсантов, бодро развернулись танками и понеслись им в тыл. Казалось бы, вот все, пришла курсантская смерть. Там стояло две зенитки. Наводчику одной из них было вообще 19 лет. Расстояние 300 метров, мимо них проезжают танки. Они сначала подумали свои, потом видят кресты. Они бодро разворачивают орудие и начинают долбить эти танки. Сзади? Сбоку, сзади, колонна вдоль дороги. Пехота, видимо, куда-то заныкалась, когда начали шарахать тяжелые зенитки. Два зенитки, как говорится, два смычка, 12 танков без возврат, какое-то количество еще подбитых. Они потом обошли все немецкие альбомы ветеранов, потому что все, кто проезжал там, видели вот эту колонну избитых танков. Они их обязательно фоткали, чтобы послать. Дорогая Гретхин, Иваны лютуют, так сказать, комрады ложатся рядом штабелями и прочее-прочее. Вырвался из этой колонны только один танк. Он возглавлял колонну, он продолжал нестись вперед, и мимо удивленных курсантов, мимо них из тыла проносится танк и уносится в сторону немецких позиций. Это был танк немецкий. Вот он единственный, кто из этой колонны уцелел. Это опять же к вопросу о немецком порядке и отсутствии бардака, наверное. С бардаком было все в порядке. Пример характерный, это опять же тут пример с одной стороны успеха, с другой стороны бардака, это как эсэсовцы штурмовали линию обороны под Можайском. С одной стороны, они действовали грамотно в том плане, что сидели мотострелковые части немецкой танковой дивизии на крышке котла, отбивали вот эти отчаянные атаки. Танковый полк, который не сильно нужен, бросили вперед на восток и посадили на эти танки эсэсовцев. Эсэсовцы пехоты. Они посадили десантом на танки, и они вне дорог несутся к линии обороны, подъезжают к линии обороны вот этой построенной, пусть на растянутом фронте заняты, перед ними взлетает мост на воздух, танки не могут переехать, тем не менее эсэсовцы переходят там эту речушку, штурмуют доты. Опять же, у них есть все же какой-никакой боевой опыт. Большой проблемой вот этих свежих дивизий было то, что у них не было боевого опыта. Штурмуют доты, в принципе, пробивают брешь. Но в этот момент танкисты говорят, у нас цигель-цигель, у нас 16 часов берлинского времени, нам сказано возвращаться обратно. Они разворачиваются и уезжают обратно. Вклинение достигнуто, развивать его нечего. И командир эсэсского полка назвал приказ бездумным, то есть он донес командование, нам тут дали бездумный приказ, мы остались без танков. Но, тем не менее, это сдержало прорыв примерно на два дня. То, что эсэсцы, не имея брони, продирались через вот эти доты, но, тем не менее, они сумели через них продраться за счет, опять же, растянутости фронта. Причем 14 октября выбивают глаз командиру дивизии Хаусеру, Рейдас Райх, эсэсовцу. Он на поле боя, разрывается снаряд, его тяжело ранит, он теряет глаз до конца жизни, он ходил с повязкой, вот эту повязку он получил, это примерно под Бородино. При этом иногда говорят, что битва происходила прямо на Бородинском поле, все же не совсем так. Это происходило рядом с Бородино. Вы там были? Нет, на самом Бородино-то я один раз ездил, но конкретное место, где происходило, это было только деревня Рогачево, где были укрепления, укрепления были западнее Бородинского поля, а вот на Бородинском поле оставшийся полк дивизии полосок, уже прорыв явно наметился. Полк прибывает по железной дороге, его сразу бросают в бой в контратаку. И бросают в контратаку, и вот тут-то приезжают немецкие танки, которые до этого, так сказать, нам цигель-цигель, они приехали обратно продолжать прорыв. И как раз в районе Бородино произошло вот это столкновение танков и пехоты, и полк очень здорово потерял, там в журнале «Богдесят» написано 60% потерь двух батальонов. И через два дня получает тяжелое ранение, командарм Лилюшенко, который командовал 5-й армией. Он в мемуарах как-то не очень подробно пишет обстоятельства, но я допускаю, что он даже пошел, как говорится, сам смотреть на контратаку. То есть там ожесточение было такое, что, как говорится, генералы лезли вперед, смотрели, что происходит, чтобы вмешиваться. Поэтому в один день Хаусер, там в другой день наш Лилюшенко. Но тем не менее вот этот вот прорыв там был осуществлен быстрее. То есть если там, где оборонялись курсанты, через ДОТа рвались немцы дольше, то, несмотря на разгильдейство, уже вот 14 октября немцы прорвали вот эту Можайскую линию под Бородино. Ну, условно под Бородино, потому что вот именно Бородино находился чуть в стороне 18 октября Можайск, а больше всего повезло на самом деле Панфилову, поскольку, опять же, немцы, во-первых, к вопросу о порядке и дисциплине, осуществив вот эту удачную, безусловно, операцию на окружение, у немцев началось головокружение от успехов. И они свою достаточно сильную группу танковую бросают на Калинин. Калинин, в принципе, находится в стороне от Москвы. Что бы там ни говорили, что в обход можно будет идти, еще что-то, реальной задачей этих войск было развивать успех вот этих котлов в направлении Северо-Западного фронта, то есть окружить точно так же еще Северо-Западный фронт. Поэтому их разворачивают от Калинина. Вот этот вот паровой каток, который несся на полный ходу на колышке, в которых сидела дивизия Панфилова, на раз и разворачивается в сторону, вносится в сторону Калинина. Калинин, достаточно большое расстояние, трудности снабжения, немцы садятся в Калинине, а дальше ничего делать не могут. Они ни вправо, ни влево оттуда уйти не могут. Им горючее доставляют самолетами. При этом там же остались не попавшие в котел наши части, которые потом объединили в Калининский фронт под руководством Конева, потому что Конева, естественно, хотели крепко наказать за котлы, за котел, точнее, Вяземский, естественно, Забрянский не мог нести ответственность. Там был Еременко. Но, тем менее, Жуков, как считается, и эту вполне убедительную версию отстоял, поставил его сначала своим заместителям, потом ему дали отдельный фронт Калининский, и Калининский фронт достаточно бодро начал прессовать вот эти выскочившие в Калинине немецкие части, опять же, элита. Те, которые покоряли Францию, они сейчас сидели в Калинине, подвергаясь атакам, причем при плохом снабжении. То есть в самых опасных местах и на самых опасных направлениях у немцев были лучшие части. Да, и вот эти лучшие части, благодаря головокружению от успехов, оказались загнаны в Калинин и подвергались атакам. Советская команда сразу на это оперативно проэксплуатировала ошибки противника, как называется. При этом на этом направлении танковые части-то были лучшие, а вот авиации было мало. И авиация еще наша терроризировала дорогу, по которой шло это снабжение. Утюжили колонны снабжения, выбивали грузовики и всячески ухудшали жизнь немцев в районе Калинина. Поэтому штурм Волоколамска, он был отложен фактически на несколько дней. И это дало возможность хотя бы накопать на месте колышков окопов. Алексей, Иринбург в своих многотомных мемуарах «Люди года жизни», он со слов пишет, что у Сталина была особая книжечка записная, в которую он чуть ли не каждый танк заносил, который прибывал под Москву. Это так или нет? Ну, вообще микроменеджмент, он, конечно, имел место, но, в принципе, распределялось, конечно, штатными средствами. То есть, было главное автобронетанковое управление, которое рассылало там машины по разным бригадам, кому там что доставалось. И танков все же счет шел на сотни, и товарищ Сталин не мог физически отслеживать, куда какой танк делся. И этим занимались те люди, которые этим занимались по состоянию начала войны. Понятно, что какие-то решения он принимал, то есть, какое-то направление усиливать. То есть, так же, как Жуков, как командующий фронтом, он тоже мог принимать решения, кого куда усилить, кем сманеврировать. И понятно, что могли приоритетно выдавать вооружение, например, вырвалось дивизии из котла Вяземского. То есть, были те, кто сумели вырваться, идти к своим. Понятно, что могло остаться от дивизии 10 тысяч человек, тысяча человек. Но, тем не менее, этот костяк старались сохранить, восстановить, и пополнениями, иной раз могли, что называется, за один день выдать почти полный комплект пулеметов. Опять же, от главного террористского управления заявка, раз, приезжает транспорт, вручают, нате, изучайте. Восстанавливали достаточно быстро. Понятно, что обучить, даже пополнение, которое обладает какими-то навыками, это проблематично. И когда людям идти, вот, был инцидент, опять же, когда все же через курсантов прорвались, то за ними находилась как раз вытащенная из котла дивизия, которую быстро пополнили с тысячи человек до четырех с половиной тысяч, но обучить, естественно, не успели. То есть, по плану обучение должно было начаться 16 октября. Уже 18-го они попали под удар. При этом вооружение, в принципе, было неплохое. Им там не по штату было, естественно, пулеметов там. ПТРы были у большой редкой птицы, буквально их поштучно, вот их поштучно противотанковое оружие распределяли. Да, они попали под удар, и, естественно, их стойкость оказалась ниже, чем могла бы быть. Просто потому, что не сколочены. Они не умеют действовать целиком ротой, целиком батальоном. Да, это, безусловно, составляло проблему. Им там выдали бутылки, там, три с половиной тысячи бутылок, что называется, на бойце передовой линии, у каждого там по три бутылки зажигательной смеси. Хотя психологическим оружием это было. Под Москвой, вот опять же, что мог Сталин распределять поштучно, это установки «Катюш» реактивных минометов. они, в принципе, были, во-первых, новинкой, во-вторых, на них возлагались достаточно большие надежды, и их старались использовать всячески, они, опять же, были маневренными, потому что с шасси автомобиля можно было с одного участка на друга перебрасывать, но, честно говоря, на немцев они произвели не самое сильное впечатление, как говорили, эффект психологический очень сильный, а вот поражающее действие небольшое, но если повезет, если накроет, как говорится, неукрытую пехоту, да, там будет гора труб. А вот если минимально, так сказать, подготовленные и спрятавшиеся солдаты, опытные, то им это не нанесет больших потерь. Обычная артиллерия наносила потерь больше и танки наносили больше. Как бы многим известна история танка КВ под Рассеняем в Прибалтике. Вы рассказывали. Такой же Рассеняй... Сколько этот танк уничтожил? Ну, он там уничтожил несколько десятков грузовиков, там привел к тому, что там их группа была изолирована, дальше не двигалась боевая группа немецкая. Но такой же Рассеняй был Подмосковье, это под Малоярославцем, деревня Неделина, там тоже приехали шесть танков КВ, немцы ничего с ними не могли сделать, в том числе из-за того, что тяжелая артиллерия застряла в дорогах позади. И немецкая пехота, которая до этого вполне успешно двигалась вперед, на этих танков КВ застряла и ничего не могли делать. И доходило до того, что у них был такой, можно сказать, мощный тактический прием ставить противотанковую пушку, под нее подкладывать мину, в надежде, что наш танк КВ наедет на эту пушку, ее раздавит и заодно подорвется. Вот такие мощные инновации, но, естественно, особого эффекта это не имело. Там как раз вот посыпался фронт под Малоярославцем, бригаду сняли, и после этого немцы сумели двигаться вперед дальше. При этом ни одного КВ не было потеряно там безвозвратно. А так, естественно, они посылали диверсионно-разведывательные группы с взрывчаткой, чтобы эти танки ночью подорвать. Все безуспешно. Вот рассиняй, но в условиях октября 1941 года под Москвой. То есть, опять же, танки были самым эффективным средством борьбы Красной Армии, которая позволяла им на иной раз безвыходной ситуации, когда... Что такое танковая бригада? Тысячи человек всего. На нее двигается немецкая дивизия, в которой численность со СССР 14 тысяч человек. И бригада одна, вот девятая, Кириченко, она, кстати, стала второй гвардейской. Первая гвардейская это Катуков, который отличился по-наценскому, широко известен по литературе. А вот вторая гвардейская это как раз девятая, которая сделала рассиняй под Малоярославцем. Удерживает тысячу человек, удерживает 14 тысяч за счет того, что у них есть танки. И это повторялось раз за разом, потому что всегда танки оказывались наиболее эффективны. Что позволило сдержать тех же ССовцев на подступах к Можайской линии обороны? Танки. Середина октября в Москве паника. И, может, мы не будем останавливаться? Да, паника, не, паника, естественно, имела место, но, в принципе, ситуация к тому моменту уже была относительно стабилизирована. Другой вопрос, ну, прибыли войска на Можайскую линии обороны, прибывали, опять же, и авиационные соединения, и ехали, опять же, с других направлений. То есть, сделали зеркальные переброски. То есть, из-под Ленинграда, с Юго-Западного фронта, элитную, первую, московскую, пролетарскую дивизию вызвали с Юго-Западного фронта, которая там восстанавливала разорванный фронт под Штеповкой. Ситуация была в целом стабильной, но, тем менее, эвакуация правительственных учреждений привела к панике. И вот, что называется, бегство по шоссе-энтузиасту, определенному хаосу, который пришлось давить, в том числе, силовыми методами, но, тем менее, паника, она была, я бы так сказал, уже несколько запоздалой. То есть, как бы, это самое страшное было несколькими днями ранее, когда еще никого не было, когда, что называется, только рабочие сидели на Можайской линии обороны, безоружные. Вот если бы через этих рабочих прошли дальше, до Москвы действительно можно было нестись в маршевых колоннах. А так удалось к 16 октября... Изварианты, что Москва была заминирована, уже были в Москве оборудованы пункты обороны, подполье было уже организовано. Понятно, что исходили всегда из худшего. Но реально, кризис уже был в значительной степени, если не преодолен, то созданы предпосылки для его преодоления, и появилась надежда, что вот эту вот катастрофу котлов удастся преодолеть. Алексей, еще можно, чтобы вы нам рассказали все-таки про погодные условия? Вот этот вот генерал Мороз, генерал Грязь, да. Да-да-да. Да, что распространенным мнением, особенно в немецкой мемористике, является то, что вермахт под Москвой остановил генерал Грязь. О том, что вот завязли, и действительно, там кадры про то, как по колено в грязи идут, там толкают технику. здесь вот эти вот рассказы, они на самом деле рассчитаны на тех, кто не знает, что генерал Грязь уже выступал на Советско-Германском фронте предыдущим летом, то есть летом 41-го года. Окружение под Уменью, боевые действия в начале июля на западном направлении, они шли в условиях проливных дождей. И распутица. Да, и тоже была распутица, тоже танковые дивизии, тащили за собой всякое барахло на гужевых повозках, это уже было. Но это было, причем, в условиях лета. А в октябре зимой были заморозки. Если мы почитаем не, так сказать, воспоминания документа, там написано, ночью землю подмораживает, и мы доставляем, двигаемся вперед, грузовики могут ездить по грунтовым дорогам ночью. И, в общем-то, никаких проблем с ездой ночью и доставкой предметов снабжения нету. То есть, сдерживающие действия вот эти вот дорожные условия они оказывали, но они не были решающим фактором. И в том числе современные историки, в том числе с рубежом, я, например, могу посоветовать, правда, на русском она не издавалась, это такой Дэвид Штайхель, который написал книжку об операции Тайфуна, он говорит о том, что распутица-то распутица, но проблема была в том, что количество железнодорожных эшелонов, пребывавших в расположении группы армии Центр, неуклонно снижалось. Это был коллапс снабжения из Футерлянда. То есть, количество эшелонов падает, плечо подвоза растет, потому что приходится дольше гонять грузовики, распутица-не распутица, ситуация в любом случае ухудшается. И распутица она влияла на обе стороны. Возьмем тоже 312-ю дивизию на УМУ. Когда немцы пробились к Малоярославцу, заняли главную дорогу, Варшавское шоссе, дивизия была вынуждена отходить по грунтовым дорогам, уперлась в речушку и оставила там значительную часть своей материальной части. На нее точно так же влияли погодные условия, потому что берега топки, все вязнет. Почему потеряли связь, спрашивает командир дивизии, потому что моя машина с радиостанцией застряла на берегу речки. То же самое в Волоколамск. Идут бои с немцами, обходят полк противотанковых пушек, точнее, зениток 85 мм, мощных орудий, поставленных на прямую наводку. Плохая погода, попытки вытащить эти орудия с позиции грузовиками ЗИС-5, Захар, машина трехтонная, мягко говоря, не Студебекер. Это, конечно, не полуторка, которая, как современная газель, но четырехтонное орудие вытащить с позиции по раскиши дорогам, шансов никаких. Не имея тракторов с грузовиками, эти орудия пришлось взорвать. Семь орудий взлетели на воздух. На кого влияло больше распутиться, на наших или на немцев? И есть даже такая фраза о том, что если бы генерал Грязь и генерал Мороз служили в Красной Армии, их бы расстреляли за измену. При этом следует понимать, что фронт все же двигался, хоть и рваным темпом, и снижающимся, с запада на восток. Поэтому застрявшие немецкие автомашины немцы могли потом вытащить. Ну, бросили ее, да. Потом через некоторое время к ней вернулись и ее вытащили. Для наших брошенная автомашина или любое другое транспортное средство или орудие означало безвозвратно потерянное. И это происходило сплошь и рядом. Вот я привел пример Волоколамск, Малоярославец, но реально это происходило практически везде. в том числе эвакуация танков в условиях распутицы тяжелее было эвакуировать, вытаскивать за собой. При этом немцы-то как раз находились в более выгодном положении ввиду наличия у них полугущеничных тягачей скоростных, которые имели проходимость получше советских легких танков. И этими тяжелыми тягачами они в том числе тягали свои грузовики. Если ночью недостаточно замерзла, несколько грузовиков цеплялось за полугущеничный тягач, здоровую такому махину, желающему посмотреть на них в музее в Кубинке, цеплялось за эту махину, он ее тащил некоторое время. Да, тяжело, да, проблематично, но у нас с этим были еще большие проблемы. И в силу этих причин распутиться это негодное объяснение. Несмотря на распутницу, летом у немцев в условиях до тех же раскисших дорог дела все же лучше. Поэтому имели место ошибочные действия, кроме того, были неверные, на мой взгляд, кадровые решения. Если Сталин поставил руководить Западным фронтом своего наиболее энергичного полководца в лице Жукова, который действительно знал, что делать, знал, как маневрировать, он, опять же, не терял присутствие духа. Хотя могли ему поступить раз потерян Малоярославец, раз потеряна Калуга, хотя туда послали свежую дивизию, хорошо укомплектованную гвардейскую, которую он знает по ельне. Это любого человека введет в состояние шока. Он умел собираться, принимать какие-то решения, маневрировать силами, а вот со стороны немцев, человеком, который шел, можно сказать, в авангарде вермахта на Москву, во-первых, был наименее опытный командующий танковой группы Гепнер, который позднее будет участвовать в заговоре против Гитлера, будет казнен, а в январе 1942 года его, кстати, уволят из армии без права ношения мундира. Но так или иначе, он был наименее опытным. А кроме того, он подчинялся танковые группы, это была такая промежуточная настройка между корпусами и армиями. Они часто подчинялись армиям. Подчинялся он 4-й армии Клюге, которого хотя называют Клюге Ганс, умный Ганс, но тем не менее, это был тоже человек чрезмерно осторожный, плохо знавший, как водить подвижные соединения. У него на этой почве были постоянные, вплоть до того, что он слегал больным трение с Гудерианом и Готом. Гота услали на Калинин, точнее, скорости потом сменили на Рейнгарта. В итоге идет умный Ганс, наименее опытный командующий танковой группы Гепнер, и результаты их действий оказываются все же хуже, чем могли бы быть при более опытном. Против них играет более сильный игрок, обладавший меньшими силами, но более жесткий, менее нервный. И более решительный. Да, и более решительный. Опять же, было в целом, несмотря на постоянное вмешательство каких-то обстоятельств и смену обстановки, было принято достаточно грамотное решение. Вперед выбрасываются перед Можайской линией танковые бригады, которые сдерживают тех, кто на нее напирает. Действительно, успешно сдерживали. 500 ССовцев сняли с Досрайха как раз по дороге к Можайской линии обороны. Тем временем садятся пехот в эти бетонные коробки, где они есть хотя бы, бьются на них, когда с них сбивают, уже прибывают новые дивизии, в том числе из Дальнего Востока, из других направлений, уже можно уплотнить фронт, дают бой под Волоколамском. Есть распространенное заблуждение, что Панфиловская дивизия стала гвардейской за ноябрьские бои. На самом деле есть четкий приказ Жукова, в котором написано, что она стала гвардейской за Волоколамск. Действительно, Волоколамск, несмотря на то, что прорывали оборону через вот этот участок Болочева, где были колышки, там действительно прошли достаточно легко, упирались вместе с танковыми полками, с танковыми бригадами, артиллерийскими полками, было два полка, которым дали гвардию как раз за Волоколамск конца октября 1941 года. Алексей, насколько высоко вы цените книгу Александра Бека Волоколамское шоссе? Высоко, да, она хорошо написана, и главное, тут художник лица Бека позволил все же себя чему-то научить реально грамотным командиром батальона Бурджан Мамушулы. У него есть своя книга воспоминаний, и он выложен, опять же, на сайте память народа, его очень таким хорошим языком, ярким, написанный журнал был в действии его батальона, потом какое-то время он командовал полком. И действительно, какие-то вещи объясняются, хотя вообще то, что происходило под Волоколамском, это горячий снег, когда разреженная пехота, потому что на широком фронте, пушки, которые попеременно стреляют, в них заряжают, пушки были бездольного тормоза, были ОСВ, орудия 1939 года, и в них попеременно заряжают кортечь и бронебойный, кортечь бронебойный, бронебойный бьют по танкам, кортечь его бьют по пехоте, и надо сказать, что немцы не смогли их подавить, их хорошо замаскировали и закопали, и немцы не смогли их подавить авиацией, то есть результатом налета авиации налетел там 35 тяжелых бомбардировщиков, скинули там пару сотен бомб, эффект от этого одна автомашина и одна кухня, а вот когда после этого пошли танки и пехотинцы, вот тогда был главный бой, тогда были действительно тяжелые потери, тогда был вот тот самый горячий снег, это 26-28 октября под Волоколамском, в том числе сами артиллеристы брались за винтовки, за штатные артиллеристы, артиллеристы полкам тоже полагались пулеметы и тоже отбивались относительно, и в том числе там перекаты, когда надо было отходить, одно орудие цепляют, отвозят, второй продолжает вести бой, иногда даже, что называется, стреляли с хода к артиллеристу, к артиллеристу, не отцепляя от орудия, от тягача, и вот этими вот действиями сумели продлить борьбу за Волоколамское, действительно, есть подтверждено, там за один день сняли, ну не такой результат, как у курсантов Ильинска, там 12 безвозврат, что называется, за несколько часов, 11 танков выбили у немцев за один день подтвержденных, и вот эта борьба, она как раз заставила Жукова написать специальное представление, что давайте мы в Анфиловской дивизии присвоим гвардейское звание, не то, что опять же не посыпались, когда вышли практически в тыл, то есть тот же вот Бурджан Мамашулы пишут там, что раз, а противник у нас в тылу, и они организованно отошли, прорвались, заняли следующую линию обороны, борьба продолжилась, а вот в конце октября как бы наступил уже фактически перелом, то есть чудо уже состоялось, умный Ганс клюге поехал в Берлин к фюреру, и там вел с ним застольные разговоры, в которых убеждал, что давайте подождем, когда мороз скует землю, когда генерал грязь отступит, все равно должен пройти пехотинец впереди и так далее, в общем, он ему долго пел разные песни фюреру, фюрер, который любил послушать от фронтовиков, от, можно сказать, от соли земли, так сказать, что там реально происходит, не всякие эти донесения официальные, вот что, так сказать, крепкие ребята с передовой рассказывают, этого всему послушался, и наступила пауза, а за паузой, вот эта пауза опять же дала возможность усилить оборону, под Волоколамск уже потерянный, то есть, можно сказать, с востока от Волоколамска приехала с дальнего востока дивизия Белобородова, которая станет главным игроком в армии Рокоссовского в ноябре, и ситуация уже можно было сказать имеющая предпосылки для стабилизации, то есть, да, был еще трудный отход на ближние подступы к Москве, прорыв Клину, Солнечногорску, но уже перелом как таковой наступил, кроме того, были уже в близкой степени готовности те дивизии, бригады, которые формировали в августе-сентябре, по 12 часов в день учили, и в ноябре они уже ехали, там, бригада из Красноярска на всех парах по железной дороге ехала к Москве, и именно они уже переломили ситуацию до контрнаступления, то есть, когда перешли в контрнаступление, отбросили немцев от Москвы. Но вот чудо, оно случилось как раз вот эти вот две недели с середины до конца октября 41-го года, когда удалось избежать стремительного коллапса и прорыва немцев непосредственно к Москве, где уже никого не было. и максимально близко немцы, где подошли к Москве, вот там, где стоят ежи на Ленинградском шоссе. Да, в районе Химок, Вот они были уже там, потому что есть еще версия, что там были мотоциклисты, ну... Нет, там реально дальше всех зашли саперы, но это был просто вот самый дальний пункт, куда продвинулись и отошли обратно. А так, на самом деле, шли еще в обход Москвы, Икша, канал имени Москвы, вот они там тоже были, туда как раз вот вышли от... те, кто шли от Калинина, и, собственно, оттуда и началось контрнаступление. Ну, закрепиться им там не удалось. Да, то есть, пришлось там перед ним взорвать мост, что помешало при контрнаступлении, но, тем не менее, дальнейший прорыв, то есть, окружение Москвы уже не состоялось, и, собственно, перелом в войне, то есть, переход от Блицкрига к войне, длительной борьбе ресурсов, он состоялся, то есть, Красная Армия сумела не проиграть. Понятно, что была череда поражений, но, тем не менее, мы не проиграли, в отличие от предыдущего оратора в лице Франции, и уже можно было говорить о том, что в последующей борьбе за инициативу у нас там есть, у нас еще есть шанс проиграть, но вместе с тем у нас есть шанс на то, что, вот то, чего мы добились, это развить и погнать врага назад. То есть, ничего не сломалось и ничего не рухнуло? Да, несмотря на потери промышленных мощностей, на потери пороховых заводов, на потери Харьковского завода, частичную только эвакуацию, практически нулевую эвакуацию Кировского завода из Ленинграда, который производил КВ, но, тем не менее, ситуация имела тенденцию к улучшению, и вот октябрь, он был очень важным, несмотря на то, что надо прямо сказать, когда утверждают, что вот под Москвой взялись за ум, стали применять танковые засады, что вот лучше, так сказать, воевали, потому что уже отступать некуда, это не так, иной раз, в общем-то, части у границы держались крепче, чем те, кто заново формировали под Москвой, были прецеденты того, как шли танки в контратаку и теряли девять машин за один бой, причем-то машин КВ-Т-34, такие прецеденты тоже были, но вместе с тем были и прецеденты действительно прочной обороны, тут еще можно назвать, например, такой населенный пункт, как Детчина, это под Малоярослав, между Малоярославцем и Калугой, там очень прочно держался полк вот от дивизии Наумова, приехавший из Казахстана, немцы брали эту небольшую деревеньку несколько дней с помощью штурмовых орудий, то есть бронетехники и авиации, понесли тяжелые потери, и дальше, когда им еще под Нарфаминском вдарили танками, немецкая 98-я пехотная дивизия вообще почти утратила боеспособность, и вот там воевал человек с очень своеобразной судьбой, такой полковник Андрусенко, из-под Детчина, его поставили на стрелковую дивизию, в том числе за счет того, что человек показал себя храбрым командиром, он отправляется под Вязьму с армией Ефремова, там попадает в окружение, его под Вязьму самолетом вывозят, отдают под трибунал, дают возможность искупить, сажают на стрелковую бригаду, он сражается, нормально сражается в Сталинграде, тем не менее, бригада все равно была там окружена, прорывается, его снова отдают под трибунал, но тем не менее, человек сумел стать героем Советского Союза и пережить войну. Вот таких историй жизненных, их было на самом деле немало. Как? Да, еще как бы немало было людей, которых, именно людей, которые брали уже опытных с других фронтов, бригада Катукова, дивизия, воевавшая на Юго-Западном фронте, под Малоярославцем тоже формировалась из дивизии, имевшая опыт танковых боев на Юго-Западном фронте. Та дивизия, та танковая бригада, которая шла по Красной площади, Кравченко, будущего командующего танкового рождения, 7 ноября. Да, 7 ноября, вот этот вот парад, как раз в период затишья, бригада, которая шла по Красной площади, она тоже формировалась, те, кто получил опыт на Юго-Западном фронте. То есть, вот эти, как бы, на защиту Москвы собирали людей со всей страны. И, вот в этом, получайся нам, у нас, сейчас, чуть больше пяти минут, Алексей, когда началось советское наступление, и насколько оно было мощным и эффективным? 5 декабря 41-го года Красная армия под Москвой переходит в контрнаступление, и надо сказать, что для этого контрнаступления сумели накопить достаточное количество боеприпасов. И за счет того, что используются, во-первых, свежие дивизии, которые сформировали в тылу, и бригады, сформированные в тылу, хорошо укомплектованные, удар был нанесен по флангам, слабым немецким, несмотря на то, что эти фланги прикрывали никакие не румыны, это были все же полноценные немецкие части и соединения, удалось прорвать оборону и заставить немцев стремительно отходить, бросая оставшуюся без горючего технику. И танки, автомашины, вот усеянные, брошенные техникой поля Подмосковья, они, конечно, произвели на всех большое впечатление, потому что снимки обошли все газеты, и весь мир увидел, что да, Красная армия сумела не облажаться, сумела отбиться, и немцам впервые нанесен очень большой удар. Причем гебельсовская пропаганда, которая после Вязьмы и Брянска очень громко кричала о том, что Красная армия, так сказать, уничтожена и больше никогда не поднимется с колен, она сама себе испортила обедню, поскольку вот эти завышенные ожидания о том, что Советский Союз вот-вот рухнет, когда он не рухнул, а даже пошло отступление, вот этот вот накал, истерия, пропаганда, она сыграла роль в том, что даже население Германии оно было погружено в уныние, поскольку вот-вот нам говорят, что вот-вот-вот все кончится, вот все, русские, так сказать, исчезнут, а раз они исчезли, еще нам нанесли ответный удар, да, и дальше уже пошло тяжелее, когда немцы судорожно собрали стабильный фронт, а боеприпасы, собранные для декабря, закончились, дальше уже пошло намного все тяжелее, но тем не менее, вот этот вот перелом и то, что Красная Армия сумела отыграть вот эту вот проблему лета 41-го года, упреждение в развертывании, битье по частям, фронт уже оставался стабильным, и несмотря там на неудачу 42-го года, они все же концентрировались на юге, под Москвой никаких катастроф, масштаба там Харькова и прочего не было, и ситуация оставалась вполне стабильной, то же самое, она оставалась достаточно стабильной, несравнимой ни в коей мере 41-го года, на всем протяжении от Мурманска до Ленинграда, и весь север, северо-запад, запад оставался стабильным в 42-м году, и не надо равнять 41-й, 42-й, 42-й, это все же частичные неудачи, и вот того, что было летом 41-го года, уже не повторилось, когда три направления, на всех трех направлениях немцы жмут и ломят, то есть, да, надо было сильно постараться, но, тем не менее, ситуация была уже намного лучше. Насколько это имело влияние на остальной мир, скажем так, на союзников? Ну, безусловно, это добавило союзникам энтузиазма в плане поставок по Ленд-Лизу, они опасались, что это попадет в руки немцев, мы поставим там танки, автомашины, это станет трофеями немцев, будет обращено против нас, а тут эти опасения, они развеялись, что русские могут что-то делать, что это там не дикие медведи, им можно поставлять, хотя поставки за деньги были до этого, и первые Ленд-Лизовские танки немцы увидели в ноябре как раз под Москвой Валентайны, но, тем менее, гораздо веселее пошли поставки именно по Ленд-Лизу, то есть, не за живые деньги, а именно по программе, да, что попользуйтесь, потом, может быть, отдадите, они пошли бодрее, и, естественно, пика они достигли в 44-45, но какое-то оживление уже там к лету 42-го года в этом плане было, то есть, уже товарное количество они были. Вы приходили, и у нас была отдельная передача по Лен-Лизу, два часа вы нам об этом рассказывали. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok